Борис, спасибо, что вы зашли к нам на огонек. Очень приятно с вами встретиться лично. Заочно я читал ваши книги, ваши статьи, интервью, смотрел ваше видео и очень многие из наших зрителей, читателей смотрели. Но им хотелось бы узнать более подробно о вас, послушать вашу биографию немножко. Можете немножко рассказать о том, чем вы занимались в Советском Союзе и каким образом вы попали в Америку? Ну, коротко здесь не скажешь, но постараюсь сказать коротко, как можно. У меня жизнь была до 16 лет, ну, обычно советского подростка, молодого человека. Я из семьи военных и карьеру себе тоже такую видел, ну, в детстве, что я буду военный. Но потом все это изменилось очень быстро. Потом я узнаю, что, оказывается, мои предки из репрессированных... Репрессированных кем? Репрессированы советскими властями. Дед у меня был баптистский пастырь. В 1933 году его арестовали, больше его никто не видел. Моя мать выросла в Силке, в Комсомольске-на-Амуре, вот как попали на Дальний Восток. Вместо Силок и лагерей. Мать росла, конечно, в такой обстановке, что... Ну, к тому же еще это усугубляло то, что мои предки были потомственные дворяне. Это еще вдобавок, то, что они были... После революции моя бабушка уверовала, потом уверовал дедушка. Еще они из дворянского рода были и баптисты. Поэтому всю семью выслали, а дед исчез. По некоторым данным его расстреляли. И моя мать как-то жила... Ну, старалась, видно, жить, как и все. Вышла замуж за офицера. Дядя мой... Тоже был офицер. Ну, там почти все они были. Второй дядя тоже офицер, погиб от времени войны. И мой дядя был на генеральской должности после войны уже. Он войну закончил в звании подполковника. Ну, в конце концов, так получилось. Опять же таки, это видно уже так судьбой предначертано, что... Отец мой погиб. Мать вышла второй раз замуж опять за офицера. А ее второго мужа, моего отчима, в 53-м или 54-м году арестовались за то, что он в Германии служил. И там путь был, кто помнит, может, кто-то не помнит. Это как бы так вот тихо все. И что-то его там заподозрили в связи. И дали ему 25 лет. Больше мы его тоже не видели. Приехала бабушка помочь матери нашей семье. Вот она как продолжала посещать церковь, так и приезжала. Нашла, где мы жили, местную общину баптистов. Вот так мать моя снова приобщилась к религии. Потом приехали писятические проповедники. Они перешли в писятическую общину. Ну, там не община была, а группа была. Ну, а я там жил, строил свои планы до 16 лет. И в 16 лет я случайно попадаю на молодежное собрание пятидесятников находки. Меня это очень удивило. Я вообще никогда молодых верующих не видел, тем более в то время, когда была пропаганда антирелигиозная, начиная там с детского сада и на протяжении всей жизни. А тут я увидел аккуратных, вежливых молодых людей. И они между собой разговаривают на таком языке, своеобразном. Я к такому языку не привык в своем обществе, в котором я вращался, среди молодых людей. Для меня это было очень странно. Потом собрание закончилось. Ну, на дому, конечно, это было. Там молодежи было на человек, может быть, пятнадцать. Потом, когда вышли на улицу, ну, я думаю, тут обстановка уже неформальная. Сейчас будет все как обычно. Там анекдоты, маты и прочее. Смотрю, ничего подобного. Точно так я остановился у одних верующих. Я иду с их сыном, который был на два года старше меня. Он точно так культурный, вежливый, обходительный молодой человек. Это меня сильно поразило. И вот это, что меня и привлекло более глубже и шире посмотреть на протестантские церкви, то есть баптисты и пятидесятники. Ну, и вот я после этого так и остался в этой церкви. Ну, что, тогда церковь назвать было очень трудно. Я знал, что в находке очень много верующих, потому что газеты об этом писали. Того посадили, там кого-то в жертву принесли, ну, естественно, у кого-то детей отобрали изуверы и прочее, прочее. Ну, кто помнит те времена или знает, то им не надо об этом напоминать. Они со мной согласятся сразу. Ну, а если кто этого не знает, то, я думаю, соответствующую литературу вы можете найти, в том числе и мою книгу. Кто ведь читал, она называется «Огненные тропы». Я, конечно, ее тоже в жартой форме описал. Но ко мне попали архивы. Начиная с шестьдесят, по-моему, второго года. Архивы уполномочия по делам религии и также некоторые архивы с Пятого управления КГБ города Находки и частично архивы с Крывого управления Пятого управления КГБ. Так вот, что там забавно, я ее, эти архивы, наверное, я опубликую, что там целый раздел описывает про детей верующих. В такой-то школе столько детей верующих, фамилии называют, в такой-то школе столько детей верующих. Какие дети как себя ведут? Какие дети поддаются на антирелигиозное воспитание? Какие дети лукавят? Дома вот они ведут так, а в школе они ведут совсем по-другому. В школе они с нами согласны, но боятся родителей, по всей видимости. Вот такими родителями не пора ли заняться Уголовному процессуальному кодексу? Ну, то есть, уголовным преследованием. И мне стало ясно, что предположения, которые у нас были, вот это было точно. Начиная с первого класса уже за детьми устанавливался контроль, опека, и его так сопровождали, пока он не закончит школу. И если кто не поддавался антирелигиозному воспитанию, школу, ни под каким предлогом не давали закон, чтобы человек не получил отчисто от зрелости, не пошел учиться дальше. То есть, сделать из нас безграмотных, необразованных, а потом показывать. Смотрите, баптисты они, ну, нас всех баптистами называли. И пейсядников, и субботников, и адвентистов. Всех мы были под именем баптистов. Вот, сами не давали нам получить образование, а потом говорили, а вот посмотрите, они работают в основном только вот с метлоем, да вот там где-нибудь кочегаром в котельной. Может, с лесарем еще доверят работать. Вот так вот было. Но, конечно, некоторые, при всем этом, в те самые темные годы, заканчивали школу еще и золотой медалью. Наверное, те, которых выводило, как бы, нет. Ну да, об этом можно отдельно. Разговоры. Сейчас это очень на слуху. Тема Адама или как Лёня. Я не знаю, там, настоящее имя его какое. Адам или Лёня, там, Бондарук. Вот это один из тех, кто с медалью закончил школу в то время. Вот у меня Валера Галушкин был, он сейчас живет в Айдахе. В школе это умница. Это просто, он от природы человек очень, ну, сказать просто умный, это мало сказать. Вот, и ему не дали закончить школу. Когда он сдавал экзамены, он сдавал все отлично. И когда дело дошло, нужно было сдавать астрономию. Вот. И он все это сдал. Ну, что написано? А его вопрос задают. А, ну ладно, это вот так вот тут написано. А как ты понимаешь? Он выходит точно? Да, ну, я вот так понимаю. Все. Два. Вселенную создал Господь Бог. И все. Он понимает. И он от чисто зрелости не получил. И пришлось ему работать токарем всю жизнь. Ну, хорошо. А можете рассказать о преследованиях? Вы как-то рассказывали, что вы также подвергались преследованиям. Какими именно? Ну, преследования... Со стороны советских властей? Да. Но если лично меня или вообще образно всех, я могу в двух словах сказать. Лично вас, начните с этого. Лично меня, ну, вопрос станет, за что преследовали. Я немножко коснусь этого, за что преследовали. Когда я смотрел так со стороны, детей отбирают вот у нас в находке, у трех семей, если не у четырех, отобрали детей. И даже во время суда, значит, женщина была беременная, в решении суда, по рождению ребенка, после одного года, отобрать от груди и сдать детдом. Вот такое... Это было в шестьдесят... Наверное, в первом году. Или в шестьдесятом. Я думаю, в шестьдесят первом году. Это когда Хрущев заявил, что в восьмидесятом году по телевизору покажут последнюю верующего. Тогда уголовный кодекс поменяли, и вот это вот пошло. Садят одного, садят второго, садят третьего. Все молчат. Дело дошло до того, что люди боялись уже общаться с семьей тех, у кого муж или брат находит заключение. Хотя завтра же его могут посадить. Вот это вот, конечно, для меня было очень странно, почему верующие еще не делают. Ведь так же по одному могут полностью задушить это течение религиозное. Ну, к этому и шло все. Но в шестьдесят четвертом году двое из наших... Там их не двое было, их группа была. Но двоих посадили просто. Они решили... Вот этот весь материал, который скопился у них, отобранные дети, вот эти изуверские решения суда, посадки и прочее, они насобирали этот материал страданий церкви. Сколько человек посажено. И выяснилось, что за время существования находкиной церкви двадцать семь человек погибли в лагерях или были расстреляны в одной церкви. За существование этой церкви было свыше трехсот лет тюремного и лагерного заключения. И это все они попытались передать... В находке было японское консульство. И консул там по имени Исида Исава, он хорошо говорил по-русски. И один из вот этой группы работал с сантехникой гостиницы «Интурист», где и проживал вот этот японский консул. И он там, в общем, попал в его квартиру, сделал специальный там эксцидент и договорился, что он принесет ему этот материал, чтобы он передал его. Он говорит, конечно, конечно, все, неси. Но они не доперли его оба, чтобы квартира его прослушивалась. И когда он принес весь вот этот материал, только положил на стол, забегают агенты КГБ, его арестовывают. Ну, этот консул его высылают, естественно. А, нет, его не высылают, что интересно. Потом, значит, его отпустили. Сантехника. Значит, его забрали, документы отобрали, иди домой. Они, оказывается, поняли, что он не один. Стали за ним следить. Он заходит в Патрушу, а тот бывший военный, бывший в разведке служил. Рассказал ему так и так. Он ему говорит, Федя, ты к кому еще заходил, кроме меня? Он говорит, нет, тебе первому все, говорит. Никому не иди, сиди дома. Он отвечал, говорит, за мной придут. Ну, так и получилось. Вот во время следствия, когда следствие было по Сиденке, который с документами был, и вот этого Патрушева, что делали? Следствие имитировали расстрел. Выводили во дворик, имитировали расстрел. Ну, потом посадили психушку, что нормальный советский человек к японскому консулу с такими материалами не поделал. Значит, и нормальный. Но, в конце концов, так они ничего не добились, ни да, ни нет. А Патрушев опытный, он... Ну, его били там, конечно. Он говорит, били так, что за волосы поднимали, ставили на колени перед портретом Ленина и говорили, молись нашему Богу, иначе плохо будет. Ну, весь в крови, говорит, он был. Это Патрушева либо Санчега? Да, страшно, да. А тому имитировали расстрел. Этому Сиденки. А это вы просто избивали банально. То есть, братья там не раскололись когда-то? А? Братья не раскололись там. Ну, они не раскололись. Вот в чем-то и дело. Если бы раскололись, то они бы лет по 15 точно бы дали. Они ничего не могли добиться, но посадить-то надо. Патрушев дают три года, Сиденки четыре. Дальше, следующая ошибка была КГБ, смотря на то, что это такой орган. Они их почему-то посадили в политическую зону. Их не надо было... По логике их не надо было сажать. Когда они попали в политзону, они оказались в одном лагере. писатель Синявский, режиссер Гинсбург, еще там были некоторые. Они с ними познакомились, рассказали о своем горе. Договорились по всей освобождении встретиться. У тех уже тоже... А те профессиональные диссиденты? Ну, а те профессиональные диссиденты. С контактами на западе. В Москве, да. Все договорились. Говорят, о, ребята, так же это не делается. Зачем вам японский консул? Надо по-другому действовать. И когда они уже освободились, попали в Москву, там уже посольство американское и прочее, прочее. И уже через Сиденку, и я когда посмотрел на все это дело, думаю, я в стороне не могу остаться. Мой человек был, наверное, всегда отчаянный, наверное. И в 1976 году они меня знакомят с Гинзбургом. Я привез тогда материал 420 с лишним семей, которые хотят уехать за границу по религиозным мотивам, отпечатанные на машинке и на материале и вшитые мне сзади в пиджак. Ну, кто знал, что там может быть. Конспирация, да? Да. Вот так вот я вошел в эту деятельность. После этого я познакомился с профессором Орловым, с Анатолием Щеранским, ну, известный политик в Израиле сейчас. Ну, а потом уже вот эта деятельность моя пошла. Я стал больше присматриваться, что к чему. Потом я обнаружил, что, оказывается, я могу писать, что я хорошо пишу. И когда меня в лагере спрашивали, ты даже сидишь, я говорю, за плохой почерк. Как плохой почерк? Я говорю, ну, писал хорошо, вот и посадили. А сколько вы сидели в лагере? Первый срок у меня был... Значит, меня тоже сильно крутили. Рисовали мне 18 августа 80-го года. Вел у меня вследствие полковник КГБ Истомин, который вел, кстати, дело Гинзбурга. еще некоторых. Я когда узнал, когда мне представился, я понял, что моему делу они продают очень большое значение. И крутить меня будут по полной программе. И так и произошло. Два раза меня пытали химикатами. Держали в стаканах. В стаканах я провел где-то часов 200, наверное. Объясните, что такое стакан. Ну, стакан — это помещение, где ты только можешь... Где вот стаканы стояли, думаешь, когда находишь, думаешь, это шкафы. Вот двери, много дверей. Вот такие вот двери. Когда дверь открывают, там сидеть не на чем, только можно стоять. Двери, обитые железом и пробитые гвоздями. То есть облокотиться невозможно, да? Нет, там повернуться нельзя. Там облокотиться нельзя. И вот тебя там закрывают и забывают просто. Это после следствия бывает. Будешь подписывать? Нет, не буду. Будешь говорить, нет, не буду. Конвой увезти, все, в стакан. И сколько вы там стояли? Ну, стакане... Там время не знаешь. Но я там проводил... Ну, сутки я там, может, и проводил. Но где-то каждый раз часов так 15-18 я стоял в стаканах. Ноги отекают, когда вот... Вот особенно после 15 часов, ты шаг делаешь, тебя ловят. Ты уже стоять на ногах уже не можешь. А в это время прошел завтрак, обед, ужин. Все, ты голодный. Утром опять наследствие. Только сирена завыла, так вызывают наследствие, опять везут. Говорить будешь? Не буду. Подписывать будешь? Не буду. Конвой, в стакан. И вот так вот днями было. Потом дают перерыв. Дней 10 не вызывают. Потом опять. А химия это средство... Ну, вот это... Короче, приводят в баню. Полностью раздевают. И мажут химикатами. В нее входит керосин, ацетон, хлорка. И компонент еще... Я спрашивал одного. Я говорю, что за компонент? Он... Вот... Меня один выводил, но он не делал эту химию. Там другие делали. Я у него спрашиваю, слушай, а что это такое? Чем вы мажете? Он говорит, у нас после этого любой признается, что надо в Гитлер. Но это было... А что мажут? Псего. Псего мажут? Мышки мажут, горло мажут здесь. И какой эффект? Какой эффект? Пена, значит, эффект какой? Когда тебя мажут, как будто это сметана. Но запах, конечно, чувствуешь запах. Первое, просто холодом обдует. Потом начинается сжечь. Потом сжечь сжение усиливается. А потом оно как бы внутрь проникает. И оно еще держится и дня три после этого. Бывает и больше. Вот боль это... Боли не передать. Это просто... Это вот четвертый компонент, мне говорит, это делает. Ее нельзя рассказать, эту боль. И потом, когда видишь, что человек может с ума сойти, или в уморок упасть, тогда только откроет воду. И один был... Я на очереди был, там, вот, при мне. Они заводят, а он выползает с камеры. Они его уже обмыли, а он выйти не может, он выползет. А они его не поднимают ничего, он с камеры голый выползает. Угу. Но мне два раза это применили. Сколько вы... Можете немножко рассказать о лагерной жизни, либо тюремной жизни? Ну... Первый год... Вернее, вот первый срок они меня крутили. Я ничего не подписал. Никого не сдал. Они мне так говорят, следователи. Говорят, ну что ты вот мучаешь себя, нас? Ты что вот с нас зверей делаешь? Я говорю, как с вас зверей делаю? Но ты не говоришь? Ну и давай там рассказывать, что мне с семьей, что и как. А говорят, а дружки-то тебя сдали, с потрохами сдали. Вот. И рассказывают, что знали. На самом деле это оказалось вранье. Угу. На втором сроке да. А это нет. Никто меня не сдавал. Вот ты, говорит, в чем ты... Ну не может человек быть всегда прав. Не может. Вот ты можешь себе найти для компромисса, что ты где-то сделал не так. Что ты где-то не прав. И вот скажешь, ну я вот здесь вот, я вот здесь не прав. И все. И все. Пойдешь домой. Понимаешь? Угу. Но они ошибку одну сделали очень большую. Я их на этом и поймал. Я этому что именно говорю. Я говорю, вы тут немного чего наговорили. Я говорю, ну ладно. Я подумаю. Ну, наверное, да. Я вот, наверное, подумаю. Я не прав. Я скажу, ну вы мне свидание отдайте мне с женой. Он говорит, ну ладно. А зачем тебе? Я говорю, ну как. Я же должен убедиться, что все нормально. Вы же мне тут много чего говорили. Там кто мне и сдавал. Там и семья моя там. Он, ну да. Вообще-то ты, говорит, нас поймал. Поймал на этом. Ладно, дам. И как только жена зашла, она меня глянула. Она сразу закричала. Что они с тобой делают? Я ей говорю, дворода химии пытались в стаканах. Говорит, а что это такое? Он тогда сгорал. Выводите ее там. Выводите ее. Он обманул нас. Он понял. И после этого все. Она передала в Москву эту информацию, что меня пытают. И то-то, и то-то. Они все прекратили. И поднялся большой скандал. И у меня суд назначают. Мне откладывают один суд. Второй суд. Третий суд. Адвокат оказался еврей. И он мне говорит. Слушай, я работал старшим следователем. У меня много грехов. Я на твоем деле хочу вину искупить. Я смертельно больной. Мне все равно. И он мне говорит. Он мне не говорит. Пишет. А потом сжигал все. И он мне пишет. В твоем деле там. Вот проверь. Такую-то страницу они подделали. Такую-то подделали страницу. И в чем мне пишет. Будет у тебя. Когда будешь делать. Обрати внимание. Вот затребуй. Объяви протесты. И прочее-прочее. А самое главное. Они не знают, что с тобой делать. Говорят. На твой суд хотят приехать. Была мадридская конференция. Хельсинская. Хотят, говорит, корреспонденты попасть. Добиваются. Они не знают, что делать. Отпустить нельзя. Срок большой. Говорят. Это скандал. Они говорят. Не знают, что делать. Говорят. Ну, ты так держишь. Говорят. Ну, и суд у меня был. Я забыл сколько. 16 или 18 дней. 50 тысяч свидетелей. Двое на суде меня пытались сдать. На кого я и не подумал. Ну, явное вранье там говорили. На суде. Ну, это ладно. В общем, они мне дали два года. И отправили в лагерь в Серовск. Вот там я и первый срок отбывал. Когда я освободился после первого срока, они мне прямо сказали, «Мотай отсюда, держать не будем». А вот я так сам подумал. Мы подняли такое дело, и я, значит, сейчас уеду. А как все остальные, как с моей стороны, это будет подло. И дело не доделать. Тем более мы считали и были против, что это дело Божие. Бросать дело Божие я не могу. Я отказался. А они мне сказали, полгода. И пойдешь снова в лагерь. Мы найдем, да что посадить. Ровно полгода прошло. Меня арестовывают. В следствии опять… По каким обвинениям? Обвинения все же самое. Противодействие советской власти? Да. Они мне сказали, ты не справился. Вот. Опять меня крутили. Уже в следствии у меня было в Комсомольске-на-Амуре. В следственной тюрьме я сидел там. Вот. Поцелали ко мне уголовников. Вот. Но там оказалось, что сидел вор в законе джем известный. Евгений Васин. Я с ним в одной камере был. Он, короче, так сказал, если что-то с Перчаткиным что-то будет, это будет последний день того человека. Все. Ну, и мне признавались там некоторые зэки. Говорят, Опер вызывал, там, водку давал, все. И говорили там, сделайте что-нибудь. Ну, в общем, второй срок. Они мне дают три года и отправляют на Колыму. В лагерь. В четвертый лагерь строгого режима. Конечно, я попал в этот лагерь. И первый лагерь мне показался детским садом, что было на Колыме. Это был просто... Это ад на земле. В прямом смысле. Первый лагерь, я думал, ну, хуже его уже быть не может. А потом я вспоминал, так сказать, с ностальгией первый лагерь. Ну, что, лагерь расположен в этом лагере. Еще одиннадцать локальных лагерей. То есть, огорожено то, что ты огорожен забором, там, запретной зоной, собаки и прочее. Еще внутри лагеря бетонным забором ты огорожен. Вот, локальная зона, там, сто человек. Чтобы не общались. Работа по двенадцать часов. Могу сказать, какая была работа. Я попал в котельную. Ну, думаю, я попал в нормальное. Когда меня назначили, хорошее место оказывается. За двенадцать часов нужно было сжечь сорок тонн угля. Троим. Сжечь и вывести шлак. Если температура падает, а там мы отапливали поселок и еще на промзоне пар давали. Давление падает, приходят дубаки, избивают дубинами. И вперед опять. Там при мне один ингуш, по фамилии Боголов, от работы умер. Просто на глазах. Всего четыре месяца ему хватило. Все. Туда, кто попадал после сорока лет, это смертник. А то человек не выживет. Это бесполезно. Я сидел с людьми, которые сидели очень много лет. Но с одним сидел, у него кличка была, кстати, Людоед. У него две клички было, Саид и Людоед. А сидел сорок восемь лет, у него было несколько побегов. За побеги еще добавляли. По сорок лет. Ну а кто отсидел там 25-30 лет, это не редкость была в этом лагере. И они говорили, что что-то должно произойти. Потому что, говорят, вот точно такая ситуация была в лагере перед смертью Сталина. Вот потому что вышел указ о провинтивном заключении. То есть, ты не исправился. Ты отсидел свой срок, не исправился. Значит, тебе надо срок добавлять. Ты еще ничего не сделал, но можешь сделать потенциально. Обычно добавляют 3-5 лет. Это вот такое было время. И назревала уже как бы перестройка, но в лагере она никак не чувствовалось. В лагере был беспредел полнейший. Людей убивали там. Каждый... Очень часто на съем с работы кого-то не досчитывались. Съем с работы идет. Мороз там под 50 градусов, Колыма, а съема нет. Стоят все, ждут, когда же пропустят. Пропал кто-то, одного, двух не досчитали. Вот начинают по промышленной зоне искать. Раз, нашли, труп принесли. Все, можете идти. Побега нет. То есть, убили. Это нормально. А если убежал, это проблема. Ну, вот такая ситуация была. А что за остальное говорить? Ну, естественно, возникает вопрос, что же такое я наделал, что мне давали сроки и держали в таких условиях. Ну, что я делал? Я просто писал очень много, издавал статей за границей, давал интервью иностранным корреспондентам, участвовал в пресс-конференциях. Контачивал с американским посольством, с дипломатами, с американскими, через которых информацию, собственно, и передавал. По-другому это было передать невозможно. Но самое интересное, в 1979 году я был на встрече, специально это было устроено для меня, с американскими корреспондентами. Это было в сентябре, а в октябре встретился с двумя американскими сенаторами, которые уже проявили внимание. Что же печатники? Ну, ладно, евреи там добиваются чего-то там. Ну, евреи, вроде, там преследуют, не дают им учиться. Нам школу не давали заканчивать, а тогда ввели процент. Значит, высших учебных заведений, он как бы негласный, это был процент, но он был. Принимать евреев от общего количества, значит, по их количеству населения. Ну, то есть, если есть три процента евреев или там, вот в этой местности проживают, вот, значит, три процента и принимать. Что человек способный, там, закончил школу, там, может, медали, а он в процент не вошел. Все, евреи не брать в институт. Ну, это было. Евреев сажали? Сажали. За то, что они добивались выезд в Израиль. Ну, их не сажали за то, что они добивали выезд в Израиль. Их сажали за то, что они говорили, что они хотят уехать, и что в Советском Союзе вот это вот, творится дискриминация, там, евреям не дают учиться. Евреев ненавидят. Ну, где-то там проблемы есть. Ну, это антисемитизм, бытовой антисемитизм. Вот, за это все сажали. Ну, точно, как и мы. И мы пошли, собственно, этим путем. Они заинтересовались. Ладно, там, евреи. А мы кто? Мы безграмотные. У нас нет профессоров, у нас нет академиков, у нас нет докторов наук, у нас нет инженеров. У нас ничего нет. Если кто-то и заканчивали высшее учебное заведение до того, как уверовали, и был инженером, то его обязательно уволят. Я у нас с соседом недалеко был в находке. Инженер на хлебозаводе работал, большой хлебозавод-комбинат. Вот, он был инженер. Когда уверовал, его грузчиком поставили работать. Ну, то же самое, понимаете? Ну, и я об этом писал, я об этом говорил. И когда заинтересовались сенаторы, конгрессмены, ну, что-то тут происходит. А ну-ка, давайте мы встретимся с представителем пятидесятников. Ну, вот, я просто стал им на пальцах показывать, доказывать, что это действительно так. Что да, мы пишем, мы будем писать, мы будем добиваться. Нам дайте, пусть советская власть или даст свободу вероисповедания. Не на словах, что вот мы вам даем свободу. Отменят законодательство о религиозных культах, где было предусмотрено, что пятидесятники, изуверская секта, они не подлежат легализации. Это же было в законодательстве о религиозных культах прямо указано. Не подлежат легализации адвентисты седьмого дня, яговисты, пятидесятники. Баптистов регистрировали. Но, правда, там у них свои проблемы были. В православных то же самое. Отмените вот это, уберите с уголовного кодика статьи, по которым на суде. То есть статья 227, статья 210, вот. И статья 190, по которой я сидел, 70-е, по которой нам сказали. Отмените все это. Тогда мы прекратим борьбу за исход, как мы ее называли, что это исход. Это не эмиграция, это исход. Ну, я об этом много говорил, писал. У меня было 7 томов, самый малый том, 325, по-моему, страниц. Это вырезки зарубежных газет с моими статьями. Это мои интервью иностранным корреспондентам. Это изъятые черновики, когда делали обыск. У меня делали обыск, я не знаю, сколько раз, но в год, наверное, по разу-два точно делали. Что они выгребут там, что я не успею убрать, сжечь там. Все это шло в дело. Где что я сказал, где какие заявления делал. Все это мне шло в дело. Они мне сами говорили, дело у тебя растет, имей в виду, настанет время и ты за все ответишь. Ну и вопрос стоял, конечно, в том, что ни я, ни другие, кто был со мной, мы не шли на сделку. Они нам предлагали, уезжайте. Не баламутьте. То есть они даже вас паскали. А если бы уехали, все бы так затихло, все бы так и осталось. Потому что поддерживали, но вот многие поддерживали как бы словесно. А когда что-то подписать надо, нет, я подписывать не буду. Вот, например, в Пенсильвании живет такой Юра Жеребилов. Он и книжку даже написал об иммиграции. Когда вопрос встал в 77-м году, по-моему, это было, это было подведение итогов Хельсского соглашения в Белграде, по-моему, это было, то мы к этому дню, чтобы обратить внимание мировой общественности к своей судьбе, к нашему положению, мы решили в это время официально объявить голодовку. Написали заявление, там все. Объявляем голодовку. Значит, каждый ставит, ну, кто участвует в этой голодовке, по-моему, где-то человек, по-моему, но это в архивах у меня это есть, кстати, в архивах у полномочия по делам религии это все у меня попало. Если бы это не попало, я не знал, что Юра такой деятель, а он не подписал это письмо, оказывается, побоялся подпись свою ставить, чтобы с работы, не дай бог, там не выгнали или премии лишили. Ну, вот такие были эксцессы. Значит, кроме этого, что еще, чтобы обратить внимание, это в 78 году я решил поздравить президента Картера с торжеством и попросить его молиться за тех, кто не имеет свободы вероисповедания, но я не написал, что это мы не имеем свободы вероисповедания. Я в Телеграме пошел на почту, отправляю телеграмму. Смело. Прихожу, мне там чуть ласты не закрутили, как говорят, сразу вызвали. Милицию меня в КГБ притащили. Ты что, говорят, вообще с ума сошел, ты что делаешь? Я говорю, а что тут такого? То есть, они даже эту телеграмму не доставили в Вашингтон? Ну да, а что тут такого? Я говорю, что я там неправильно написал? А ты написал молиться за тех, кто не имеет свободы вероисповедания. Я говорю, а я что написал, что я не имею? Я говорю, я этого не написал, но ты имел в виду себя и других. Ну вот, как бы мы шли вот на такие шаги отчаянно. Ну, как бы некоторые говорят, мы сами нарывались на срок. Ну а что делать? Чтобы обратили внимание, некоторые задаются вопросом. Когда Регин приезжал в Москву, это был 1988 год, май месяц. Почему от пятидесятников и вообще от протестантов я был приглашен на встречу с Регином? Не было ни епископа, где они были там, знаменитые председателя, там, председатели. Я себя никем не называл. У меня вот даже в письме, которое подписал Стэнни Хойер, председатель комиссии Конгресса, он пишет, активист пятидесятников. Я был приглашен на доклад в Конгрессе, на слушание, в Конгрессе активист. Я мог назвать себя кем угодно, некоторые так и делали. Называли себя епископами. Один себя назвал генеральным епископом и думал, что этим самым его будут воспринимать посерьезнее. И он не был ни приглашен ни в Конгресс, ни на встречу с Регином и прочее. Кстати, я три раза в Конгрессе читал доклад. Где я брал материал? Ну, во-первых, приговоры судебные. Это что, это клевета выходит? Вот я пишу, столько людей посажено, столько дали срок, за это, за это, за это. Вот приговор. Или, например, законодательство о религиозных культах усилили такими-такими-то пунктами. А там очень просто. Берешь ведомости Верховного Совета, идешь в библиотеку, они по своей глупости это все в библиотеке давали. А там все это есть. Я беру, там делаю выписки, там тихо, мирно, все, потом отправляю на Запад. Вот смотрите, какие новые законы. Они нигде напечатаны, а ведомости к Верховному Совету, они есть. И это клевета оказалась. У меня статья была за это. Распространение заведомо ложных измышлений, прочий советский и государственный строй. Я говорю, а да где клевета? Они мне так говорят. А правда, она бывает опасней, чем неправда. О как. Вот так вот, да. Я говорю, так вы ее не делайте. Вы же материал мне отдали. Я же его не сам придумал. Вот он, пожалуйста, ссылка, вот. Ну, в общем, все как бы очень просто и до смешного доходит. Но расплата за это была очень жестокая. Нас посадили за этот период небольшой, буквально за два года. Первого посадили в 79-м году Сиденко. Четвертый раз, кстати. Горитова Николая. Второй срок. В 79-м году. В 80-м году садит меня. И в течение двух лет посадили 42 человека. Четверо не вышли. И в живых, по-моему, остались из... Ну, я, по крайней мере, знаю, может, трое. Все. Свидетелей тех событий уже практически нет. Вот. Ну, вот Шилюк Василий. Ну, они его быстро ему розоткнули. Книжки продавать надо. А будешь же говорить, не будешь продавать. А не будешь продавать, и бежать не на что будет. Будешь на старости лет горбатиться. Ну, вот как я. Вот и все. Так что мы, так сказать, отдали там все. Практически. Заложили семьи свои. Наши семьи страдали, как и мы. Оставили там здоровье. Здесь приехали... Все время у меня ушло на то, что... Да, свобода появилась вроде. Бог дал свободу. Исход произошел. Ну, что будет завтра, неизвестно. Но кто знал в 88-89 год, что Союз рухнет. 90-й год. Нужно посылать вызова. Вызова принимали. Советы условия поставили. Хотите уехать, давайте израильский вызов. Почему израильский вызов? Они говорят так. Мы не хотим прецедента. Нет эмиграции пролегионного мотива. Давайте израильский вызов и будете выезжать, как евреи. У нас нет преследований пролегионного мотива. У нас едут, верующие едут на флот. С библейскими именами. Да, да. И вот липовые вызова я здесь покупал. На Бреттон-Бич, кстати, у еврейских организаций. Покупал эти вызова и высылал. Где-то около тысячи, если не больше, вызовов я высыл. Они даже не проходили через посольство Израиля в Москве? Израильский сначала, да. Израильтяне были, евреи были. Да, они под евреев. Значит, шли и получали визу в Израиль. В голландском посольстве, кстати. А потом ехали в Австрию как евреи. И с еврею уже там их уже не признавали. И все в Рим отправляли как не еврейского. А еврейские миграции через Австрию ехали. Я понял. А кто отказывался ехать в Израиль, тех в Рим отправляли. И что получилось? Где-то в 90-м году евреи возмутились. Что-то, говорит, так получается. Советский Союз отчитывается, что они выпустили 50 тысяч евреев, 60 тысяч евреев. А у нас 20 тысяч евреев. А куда встали? А вот оно в чем. Тут 50-ники едут. И это идет отчет как еврейская миграция. И все. Они говорят все. Короче, дали указание в голландском посольстве. Все, кто не евреи, вызыва не принимать. И тогда уже пошел другой процесс. Опять мне пришлось ехать в Ди-Си, выступать в Конгрессе, оббивать пороги конгрессменов и сенаторов, чтобы была иммиграция, минуя вот это голландское посольство. Чтобы было... Тогда они делают по высоединению семей, но со статусом беженца. Опять же, по высоединению семей не имеют права на статус беженца. Это знаешь. Да. Кто едет по рабочей визе, не имеет права. То есть на пособие. Статус беженца что это? Это пособие. Это обучение, лечение, медикейт и прочее, прочее. С этим все, я знаю. Вот опять мне пришлось оббивать пороги ходить. Благо там многие дипломаты уже работали в Госдепе. Не буду назвать их имена. Уже у меня связи были как бы старые связи. По старым связям мне помогали много очень. Ну и это продолжалось. Потом в 93-м году я получил право быть наблюдателем в Москве по прохождению интервью на предмет статуса беженца. Вот 93-94 год, кто проходил интервью, они меня воспринимали почему-то за американца. Он говорит, какой у вас красивый русский язык. Я говорю, да я русский. Откуда ты русский, а как ты здесь работаешь? Вот я мог зайти в любой кабинет и присутствовать на интервью. Имел право поднимать любые документы там. Я, как правило, утром приходил, кто приведет за мотивом, брал их документы, поднимал наверх, собирал их всех, хотя запрещалось. И инструктировал, как правильно себя вести, потому что наши люди безграмотные. Наши люди... Ну, простой пример, это не смешно, но это было. Я собрал, там было их, наверное, человек 30. Ну, там 7-ми же приходили. Я объясняю, как себя вести правильно, что такое преследование, разъяснял им, что такое дискриминация. Они по дискриминации не дают статусу беженства. Преследования бывают уголовные, административные, бытовые. Бытовые доказать труднее всего, но это самое простое. Вот. Одна женщина не идет, там в углу стоит, молится. Я говорю, вы чего не идете? Не надо мне, мне Бог поможет. Потом вызывает меня офицер и говорит, слушай, тут одна ненормальная, говорит, интервью проходило. Я, говорит, ей отказать дал. Говорит, может, что неправильно? Я, говорит, не понял. Я говорю, что она сделала? Она, говорит, пришла. Я ей спрашиваю, как тебя звать? Она кричит, аллилуйя, там, слава Господу. Я опять спрашиваю, как тебя звать? Имя твое? Ну, она же по делу. Она опять, аллилуйя. А я говорю, ладно, аминь, короче. Иди, все, отказ. Я, знаете, наши люди какие? Ну, стал объяснять. Ее подзываю, и что так себя вели? Ну, вот я со страху так, я вот не могла вот сосредоточить, сосредоточиться. Ну, я говорю, ну, наши люди. Он, а что, правда, она нормальная? Я говорю, да нормальная. Они нормальные, им отказ сразу дают. Если человек ментал, или будет справка, что ментал, все, отказ. Ну, вот такие эксцессы были. Но потом, опять же, мне это зарубили. Финансирования нет ниоткуда. На свои средства я долго не протянул. Ну, что-то собирал там какие-то. И агентство пришлось закрывать в 1994 году. Ну, это я уже говорю, как бы, уже последствий всего. Ну, и занимался этим процессом, конечно, в 1991 году. Вопрос стал такой. Советского Союза нет. КГБ нет. Уголовного кодекса нет. Законтация оккультных нет. Значит, статус беженца быть не должен. Да, опять я поехал в Вашингтон. Встретился... На то время был председатель комиссии, по-моему, Кристофер Смит. С ним долго я беседовал на эту тему. Ну, там еще другие были. Он говорит, возьмите пример с евреев. Он говорит, никогда не снимут статус беженца. Я говорю, а почему? Ну, вот, говорит, смотри. Вот ты оттуда уехал, и ваши поехали. У нас нет никакой информации, что там происходит. Никто этим не занимается. У евреев, говорит, существует агентство, которое собирает информацию о положении евреев. Тоже Советского Союза нет. И КГБ нет. А они собирают информацию. Вот, говорят, смотрите, вот. У нас, говорит, в Конгрессе, в подвальном помещении, у них, говорит, есть офис свой. Вы, говорят, представляете, что такое? В Конгрессе рентовать офис. Они, говорит, моментально тут все на ноги поднимут. А вы, говорит, ничего не делаете у нас. Давайте информацию. Будет информация. Мы каждый год, он мне объяснил, мы каждый год рассматриваем финансирование на всякие программы, в том числе и программы беженцев по религиозным матьем. Информации нет, мы деньги не выделяем, и все закрывается. Ну вот пришлось опять мне этим заниматься, организовывать агентство. Нашел я там людей, которые собирали информацию. Естественно, им платить надо, за бесплатную работу никто не будет. Это мы работали. Не то, что бесплатно, а еще и сами платили, а своими здоровьями и судьбами своей семьи. А в то время ведь таких уже энтузиастов не было. Ну, естественно, и преследований таких уже не было. Но эксцессы были. Но представьте себе, что 70 лет советской власти выросло три поколения в ненависти и представлении о верующих, особенно протестантах, что это изуверы, что они приносят жертву детей и прочее, прочее. И как вот они раз, и завтра они уже стали другими. Все. Уже протестанты уже хорошие, протестанты нормальные. Мышление это оставалось. Били, избивали и убивали. Это продолжалось. Ну, я думаю, что отголоски до сих пор еще кое-где есть. А взять исламские государства, то там преследования были по полной форме. Вот за счет этого мы и вытянули еще, что этот статус беженцев по инерции еще есть. И я думаю, что еще будет. Потому что приходилось еще после этого добрых 25 лет еще продолжать эту деятельность, пока еще была возможность, энергия и финансы. Но это, при том, при чем надо понимать? Противодействие. Вот представьте себе, мы здесь находимся, в Америке. Приехали по статусу беженца. Как вот евреи делают. Например, приводили. Я был в еврейской организации одна. И там Майк Нафталин, у них президент организации. Он спрашивает у меня. Это было, правда, давно, лет 15 назад. Он говорит, какой у вас бюджет? Я говорю, у нас нет бюджета. Как нет бюджета? А как вы работаете? Как вы работаете? Я говорю, ну, вот так вот. Энтузиазм. Где-то кто-то пожертвует, где-то что-то там. Он говорит, это не работа. Вот, говорит, смотри, у меня в офисе. Ну, я и был в офисе. Я у него в кабинете был. Зашел, там сидят на компьютерах. Там человек 20. Все на зарплате. Вы знаете, сколько мы платим за этот офис? За рен? 5 тысяч в месяц. У них офис в Вашингтон-Ди-Си. У нас, говорит, каждый еврей, кто приезжает, он считает своей обязанностью, кто посадится в беженце, хоть 20 долларов в месяц, но прислать нам. Нас, говорит, синагоги почти не поддерживают. Нас поддерживают простые, говорит, люди, кто приезжает в посадцию беженца. Некоторые, говорит, 100 присылают, некоторые, говорит, тысячу присылают, а есть, говорит, присылают и 50 тысяч. Вот, значит, это в бюджет. Мы, говорит, содержим агентства в Москве, в Ташкенте, да почти во всех, в Киеве, везде. Везде у нас есть агентства. Мы, говорит, моментально все знаем. Мы изучаем прессу, мы изучаем слухи. У нас все это есть. А как вы бюджет вообще, говорит, смешно. Но так приходилось работать. Почему? Потому что заехали группы, кто там вредили, когда мы добивались, они обзывали нас политиками. Антисоветчикам, представьте себя. Нас судят, как антисоветчики, говорят, вы антисоветчики. Ну, а ты кто-то, да. То есть ваши собратья же. Да, но. Расскажите об этом подробнее. Были ли кроты, либо шестерки, либо как назвать? Да, да. Ну, вот такие вот, как Лёня Бондарук там, или как его зовут там. Таких было немало. Расскажите, что подробно произошло. Ну да, потом они, как только двери открылись, они моментально сами стали идти. Советчики побежали с вызовами оформлять документы. И что-то в посольстве в американском, там надо же было сказать, чтобы тебе дали статус убежица. Надо было придумать подвиг какой-то. Вот тебя преследовали. Ну, как могли преследовать Лёня Бондарука, когда он школу закончил золотой медалью? Как его можно было преследовать? Когда он дал главные показания в суде, когда посадили человек пять, наверное, он был главный свидетель. Как было ему дать статус убежицы, когда, я не знаю, штраф он платил, я не думаю. Такие люди, они только могут брать, но давать они ничего не будут. Что он дал для народа там, в Советском Союзе? И что он для народа сделал здесь? За счет народа, да. Получают зарплаты, уважение, почет, съезды, там, всевозможные звания, там, председатель, там, я не знаю, сколько у него званий, там, епископ. Какой епископ? Что эти люди сделали для народа? Вот из-за этих людей у нас не было ни агентства, а если и было, на собственном энтузиазме. Вот, у нас не было никаких представительств. Все на собственном энтузиазме. Или за свой счет, или же вот, ну, были, конечно, обращались к людям, что-то жертвовали. Но это, эти деньги, невозможно было за счет этого жить. Нужно было заработать. Я работал с 94-го года. Вот, представьте себе, я приезжаю из посольства. Я был в наблюдательном посольстве. И оттуда иду кем работать? Уборщиком. Офисы убирать, чтобы зарабатывать деньги собственными руками. Это уже здесь, в Америке? В Америке, да, да. Я бывший политзаключенный. Вот, в 99-м году я издаю книгу «Огненные тропы». Ну, за счет этой книги, чтобы как-то я еще мог продолжить что-то делать. Потому что эту работу оставлять нельзя было. Я работаю по ночам уборщиком. Днем я там занимаюсь этими делами правозащитными и прочими. Потом этот бизнес бросаю на жену детей. Еду в Вашингтон, Ди Си. Я примерно 4-5-6 раз в год я был обязательно в Конгрессе, в Сенате, в Возьепе, чтобы отстаивать интересы тех, кого вроде преследуют, ну, или действительно преследуют, чтобы статус беженства сохранить. Ну, а потом посмотрел, да кроме меня это вообще никому не надо. Ну, были-были люди, конечно, их немного, что действительно переживали как-то там, что-то делали, но их было очень-очень мало, очень мало. Вот, я сделал 3 издания на русском языке и 2 издания на английском языке. У меня дома у меня нету. 73 года я работаю. Зубов у меня нету. Часть зубов мне выбили во время следствия. Во время наследствия второй раз, когда меня арестовали. У меня просто дубинкой выбили зубы. Хотели ударить вроде сзади по плечу, я повернулся, попал по зубам. Все, зубов нету. А потом мне корни вырывали на живую просто в тюрьме. Там ни у кого не дают. Хочешь, вырву, зубы вырвем, да. Пришли тебе с чипцами, вырвали, вату положили, иди. Так что эта работа, я тебе скажу, неблагодарная. Наши люди, по-моему, даже... Но я люди это особо не винил. Многие вообще не знают, что это такое. Потому что постарались такие люди, как Саенко, как Бондарук, и же с ними. Они постарались, чтобы об этом никто ничего не знал. Вот. Людей нет. Историю переделывай как хочешь под себя. Все, отец отечества уже. То есть, на мой взгляд, вы являетесь, скажем так, праотцом или отцом этой специалистической эмиграции? Нет, я бы не сказал. Я просто делал, я просто делал то, что я мог делать. Да, но вы стали инициатором этого исхода. Нет, исходом инициатора стали Сиденко и Патрушев. Да, но ни Бондарука, ни Саенко, ни Хомича, ни этих людей, там помине не было. За этих людей штукой... И было слышно только то, что жаловались, что Бондарук отлучает людей за эмиграцию, заставляет их идти в исполком писать письма. Господа, товарищи коммунисты, простите меня, я вот неправильно делал, я подал на эмиграцию, я попал под влияние, как они нас называли, экстремистов, антисоветских экстремистов. И писали, вот, напишешь такое заявление, будешь ли я нам, не напишешь, все. Это было двойное гонение. Подождите, вы утверждаете, что Бондарук шантажировал людей, которые выезжали... Люди писали. Выехать из Советского Союза прелюезным причинам идти КГБ и писать такие расписки? Это я говорю не просто, вот, я думаю так. Я по делам эмиграции приехал, после освобождения я освободился в 86-м году, в 87-м году я приезжаю, мне нужно было подписать некоторые там обращения, я продолжал эту деятельность до конца. Хотя, вроде, что-то там как-то, вроде, как-то перестройка уже намечалась. Я приехал как-то в Ерва встречаться с братьями, и мне братья говорят, вот тут у нас такой есть негодный человек, говорит, Леня Бондарук, может быть, ты с ним поговоришь, может, у него, говорит, что-то совесть там пробудится. Я говорю, а что он делает? Людей заставляет, говорит, представь себе, говорит, власти, говорит, давят там, вызывают в КГБ, вызывают в отдел по делам религии, вот, и в другие структуры советские, заставляют отказываться от эмиграции. Но это у нас находки тоже делали. А кто заставляет отказываться от эмиграции? Да, ну вот ты получил вызов, да? Кто заставляет отказываться? Этот, уполномочий по делам религии, 5-е управление КГБ, вот, и местные власти, исполком, горисполком или, там, бывает, поселковые власти. Все оказывается, и на работе тоже самое. Вот, пока не откажешься, и ты уже, как бы, человек второго, третьего сорта. А тут люди бандерок. Да, братья против, власть, всякая власть от Бога. Вот, вы что это такое? Какая это-то эмиграция-то? Ну, и меня подвез один браток на машине к его дому. Говорит, вот это его дом, вот. Но я, говорит, к этому нечестивцу не буду заходить, порог дома его переступать, оскверняться, я не пойду. Не знаю, почему я так сказал, я нашел. Ну, посвящался. Представил себе, о, Брат Борис, слышал тебя? Много, много слышал, проходи, проходи. Смотрю, у него телевизор со здоровенным экраном, и он смотрит Джимми Свегерта видео. Я на видео тогда только слышал, может быть, а у него оно уже было. И он мне сразу, а, я ему сказал, я говорю, слушай, я говорю, вот такое-такое дело, я говорю, почему ты это делаешь? Это же дело гражданское, дело не церковное. Какое ты имеешь отношение вообще? Человек хочет переехать, а если он захочет переехать там на Дальний Восток, тоже нельзя. Это антисоветчина. Так, брат Борис, советская власть дала свободу, ей надо пользоваться. А вы, говорит, политикой занимаетесь. Я говорю, что с тобой тогда вообще говорить? Я говорю, все, мне с тобой больше говорить, все понятно. Через год узнаю, Леня уже в Америку собирается, когда уже стали отпускать. Ну и когда получилось очень интересно, приходит ко мне один браток и говорит, «Слушай, сегодня мы в аэропорту, в Нью-Йорк и Массачусет спрыгнули, там два часа езды, мы привезли хорошую семью, там брат такой, в Риме вместе с ним были, такой одаренный брат, он там все организовал». И мы ему аренд сняли, говорит, и вот привезли его. Я говорю, а кто такой? Да, говорит, он с Прибалтики, с Кохлоярвы. Я говорю, а как его звать? Он говорит, Бондарук. Я говорю, надо на фамилии что ли? А как его имя? Он говорит, Леня. Я говорю, да ты что? Я говорю, да это же предатель. Да нет, да ты что, он с нашего братства не регистрированный. Я говорю, откуда с нашего братства он отлучен за регистрацию, с него служение снято. И отлучили. Он, нет, ты что-то тут не то говоришь. Поехали сейчас к нему, поехали. Я говорю, поехали. Заходим. И он сходу, значит, тот браток. Только зашли, он говорит, да что же, Леня, ты нам врал, что ты с нашего братства. И тут он меня видит. Представляешь, настолько наглый. Настолько у него это все. Это просто поразительно. У него ни один мускул. Он так на меня посмотрел. А что ты, брат, говорит, хочешь? Говорит, я вот 10 лет не был в регистрации, только последние 10 лет или сколько там я зарегистрировался. И что ты хочешь, чтобы мне отказ дали в посольстве? Я говорю, так ты же меня вот политиком год назад обзывал и говорил, что советская власть дала свободу, ей пользоваться надо. А тут вдруг ты беженца получаешь. Говорит, что ты там наговорил, что там наврал-то? А за что его? Можешь рассказать эту историю? За что его отлучали? Оказывается, у него еще и сын уголовник проходил интервью. Уже там уголовником был. И как они это скрыли? Потому что если там судим за уголовщину, сад сбежицы не дают. У нас пришветер с находки сидел пять лет. Но он сидел за веру. Но документов не было, он потерял свой приговор и прочее. И взял и сказал, что он сидел. Все ему дают отказ. Пока не принесешь, за что ты сидел. Все, отказ дали. Мне пришлось вмешиваться в этот процесс, чтобы он получил статус беженца. Этот уголовник едет сынок, этот едет предатель, этот едет человек, который отлучал людей за то, что они хотели уехать. И некоторые люди действительно ходили в исполком и писали эти... Несколько семей написало. Я не знаю, уехали они потом или нет. Точно я не знаю. Может быть и не уехали. Ну вот... И как вот вы думаете, можно ли с такими людьми организовать что-то серьезное для народа? От народа взять, да. Это люди способны высшей марки, так сказать, пользоваться ситуацией, пользоваться от имени Бога людьми, которых они собрали. Библия потрясает. Это виртуозы просто. А чтобы что-то дать, чтобы что-то для народа сделать... Я знал одного человека, сейчас живой. Он приехал в Сеаттл. И... Ну он способный человек. Все. И его избирают пресс-фитером в церкви. Это поначалу. Иммиграция только началась. И он говорит, братья и сестры, говорит, я не достоин быть пресс-фитером. Я был в регистрации. Я был пресс-фитером регистрирован на церкви. Я не достоин быть пресс-фитером. Потому что, говорит, все, кто был в регистрации, писали отчеты и я писал. Я, говорит, не могу быть. А то он лично мне рассказывал, и люди подтверждали, что да, это так и было. Да я могу назвать. Это Десятник Анатолий. Но за честность, за то, что он это прямо сказал, ему сказали, нет, ты искупил этим. Потому что ты чистосердечно в этом раскаялся. А эти раскаялись. На их месте другой бы тут спрятал, так себя вести, спрятал себе так, чтобы его никто бы не видел и не слышал. Нет, они лезут наперед. Надо иметь вот такую прожженную такую... Да нет, тут совести вообще нету. Ну, прожженную совесть это прожженную. Иначе было что прожигать. А если прожигать нечего, вот это люди... Ну, это вот... Ну, нет слов у меня просто. Вспоминая, как мы жили, у меня было два побега было. Ловили меня там, когда я бежал первый раз. Начиная от Владивостока и кончая Москвой. Облавы делали, представь себе. Столько голодовать в лагере, работа убийственная, с убийцами. Второй срок в нашем отряде из 40 человек 15 или 16 убийц было. При мне зарезали. Но я обычно вот пришел, ложусь, я укрываюсь одеялом, ну и там про себя молюсь так. А со мной рядом, наверное, спал Васильков. Фамилия такой, мужичок небольшой. Я не знаю, что он сидел. Может, растратчик какой-то. Скорее всего, он такой безобидный был. Ну, что-то там своровал где-то. Но строгий режим получить, что-то серьезное у него. Ростов было по всей видимости. Вот. И он тоже там накрылся, как бы я вот. И мне кажется, что он что-то живет там. Думаю, что он там под делом? Хлеб живет, что ли там, пайку? Живет и живет что-то. А потом раз, что-то у меня рука. Смотрю, кровь у меня на руке. Ну, у нас, наверное, рядом. Вот. Я раз, а Деванья Горова перерезанная. Ничего себе! Я сразу подскочил из-за входа. Никто ничего не видел. А там никто ничего не видит. Если увидишь, то следующий ты будешь. А сам думал, может, это мне предназначало? Да перепутали. Вот представь себе, в такой обстановке жить. Но это мелочи еще. Что там вообще было? Каждый день эти эксцессы. Каждый день. Там такого дня нет, чтобы... Кто привык, уже внимание не обращали. Но к этому привыкнуть, по-моему, нельзя. Но... И на фоне вот этого вот, нашими страданиями вот этого вот, выстраданные вот этот вот исход, приехали и воспользовались вот эти вот люди. И что самое интересное, говорить что-то некоторым почти бесполезно. Почти бесполезно. Нет. Слушайте и слушайте. По делам их не поступайте. Не подниму руку на помазанника. И уже помазанниками стали. Только чем они помазаны? Вот вопрос. Поэтому наша эмиграция, я думаю, то, что американцы от нас ждали, этого не получилось. Они как говорили, я еще помню, в Москве еще нашей эмиграции еще не было. Она только-только уже подходила вот-вот. Уже встречи пошли у меня зам госсекретаря, я встречался и с госсекретарем, еще до встречи с Регином. И они говорили так, что, ну, мы, говорит, очень внимательно, говорит, собрали материал по поводу протестантов. Вы, говорят, люди с высокой моралью. Вот что нам в Америке, говорит, на сегодня не хватает. У вас семьи, говорит, здоровые, многодетные семьи. Вы, говорит, вольете новую, как бы, кровь у нас. Вот. С вас будут пример брать в наших церквях американских, что разводов у вас нет, уголовников среди вас нет. И вдруг мы приезжаем сюда, в Америку, и что получается? Дети, вот этих председателей епископов, почти все уголовники, как у Лени. А они что ожидали от нас? Ошибка была наша в том, ну, я тогда думал так. Думал, ладно, эти бандыруки там и прочее, может, они осознали, может, и Бог простил. Хотя знал, что они не каялись нигде, что-то я не слышал. И просто мы могли еще взродыши все это остановить. Я же писал часто отчеты о положении верующих в Советском Союзе, еще и сам будучи в Союзе. И мы их все под одну гребенку ставили. Всех пятидесятников преследуют. Потому что пятидесятники запрещены к регистрации. Всех преследуют. Мы не делаем разделение, что, оказывается, есть пятидесятники, которые легализованы. Есть пятидесятники, которые нас преследуют наравне с властями. Я об этом не писал, об этом я не говорил. Вот это и результат. Если бы мы тогда это сделали, может быть, этого и не произошло. Сидел бы сейчас Бандеру Кохтлоярвый там. Ну, думаю, тем же самым занимался, только масштаб у него, конечно, был очень маленький. Ну, вот так получилось. Хорошо. Вы в своих интервью или видео в статьях часто пишете, что КГБ готовило определенный десант на американскую землю, на американские территории, внедряя своих агентов в этих инкрирующих пятидесятников. Вы можете что-то сказать? Это правильный вопрос. Это правильный вопрос, который раскроет суть. Значит, когда только-только еще эмиграция была в зародыше, об этом даже мало еще кто знал. Когда только первые поехали у нас находки. Первые у нас поехали, одна семья уехала в 75-м году, одна семья в 76-м. И потом несколько семей... А, еще потом несколько семей уехали. Но тогда это еще как бы было... Ну, еще нереально. После этого сражаться стали. Но когда советские власти поняли, что мы не останавливаемся и не остановимся, они решили, что, ну, надо выпускать. Но выпускать так, что все взять под контроль. Я вспоминаю, как мне говорил бывший начальник Пятого управления КГБ. И когда я оформил документы, я не по-израильскому выдал их, по-американскому. На чем врать. И когда мы пришли во ВИР, документы брать, начальник КГБ говорит, поднимите какой-то кабинет, там ваши паспорта. Мы поднялись, смотрю, Перепечкин сидит, начальник Пятого управления. Он говорит, а я уже в крае работаю, я уже в крае его управления. Потом он так вот за голову взял, вот так вот на меня смотрел. И говорит, ну что, говорит, думаешь, ты победил? Ты думаешь, что ты пробил своей головой, как он выразился, 12-метровую бетонную стену? Ты еще об этом пожалеешь. Мы уже об этом позаботились. Наши люди уже там и еще будут. Ты, говорит, узнаешь, за кого ты это сидел, чего не стоит. И скоро, говорит, это узнаешь. И Том дал паспорта. Так оно и вышло. Они, когда прикинули, что отпускать надо, отпускать придется. А что надо делать? Возглавить эту иммиграцию надо, чтобы ее нейтрализовать, чтобы ничего здесь не организовалось в Америке. Я имею в виду в позитивном плане. Чтобы не получилось, как у евреев. Они решили это дело упредить. И они стали присматриваться. Это, я говорю, не о своих предположениях. Хотя у меня были. Это, мне признался один человек, которого готовили. Были попытки его включить в эту, как это называлось, «тайные ученики». Это было давненько, может, лет 18 назад. Он живет в Теннисеи, этот браток. Не буду называть его фамилию. Назовем его брат Василия. Но это Василий, это реально его имя. И мы сидим с ним беседуем. Он говорит, а ты знаешь, почему такая ситуация в Америке? Я говорю, ну а ты думаешь, почему? Потому что, говорит, большими церквями в основном руководят тайные ученики. Я говорю, а что это такое? Он говорит, ну вот я тебе, говорит, расскажу пример. Говорит, иммиграции только-только что-то было там слышно и меня вызывают в КГБ. И говорят, ты, говорит, слышал, что вот ваши едут? Он говорит, ну да. А ты хочешь уехать? А я, говорит, у них спрашиваю, ну как это? Хочу, ну чего вы меня спрашиваете? Хочу, не хочу. Нет, ну я тебя серьезно спрашиваю. Уехать хочешь? Поможем. Ну я, говорит, у них спрашиваю, как это вы поможете? А он говорит, очень просто говорит. Если говорит, а что я там должен делать? Вы же так просто не отпускаете? Конечно, нет. А ничего, говорит, особого. Ты будешь нашим тайным учеником. Знаешь, говорит, у Христа были тайные ученики? Ну да. Ну вот ты будешь нашим учеником. А я, говорит, наглости набрался. Я на них спрашиваю, а что же тайный ученик должен делать? Он говорит, дело будешь Божие делать, церковь организовывать. Я говорю, нет, как вы предлагаете церковь организовать? Ну да. Приедешь, говорит, сейчас ваших много будет ехать. Аккумулирую людей, организовываю церковь. А перспектива знаешь, говорит, какая? Вот соберешь, говорит, человек пятьсот. А там, говорит, люди жертвуют. И каждый тебе по сто долларов в месяц даст. Ну-ка, говорит, прикинь, что будет. Подсчитай, говорит, подсчитай. Если будут трудности что-то, поможем. Вот они и помогают. Но я, говорит, перепугался, думаю, ничего себе. А что, говорит, это вы мне предлагаете? А ты, говорит, нам понравился. Ты, говорит, молодой, перспективный. У тебя, говорит, есть огонек такой. Ты, говорит, харитматический. За тобой люди пойдут. Мы, говорит, видим. Пойдут за тобой люди. Вот, езжай организовывать церковь. А я, говорит, отказался. Уже, говорит, советская власть развалилась. И меня, говорит, выпустили только через три года. Ни по каким вызовам, говорит, не отпускали. Так что, говорит, эта программа у них еще работает. А зачем? Зачем это нужно? Иммиграцию взять. Вот представьте себе, приехали люди, которые... Вот, например, мы молодежь, да? Вот как нас учили старшие братья, которые сорока отсидели, приходили к нам. Они говорят, так вот, молодые люди, вам не дают учиться. Вас обзывают сектантами, там, вы неспособны, вы дебилы, короче, и прочее. Что вы должны делать в этой ситуации? Берите образование сами. Выписывайте журналы научные, популярные. Знание и сила, там, журнал. Наука и жизнь. Выписывайте газеты. Слушайте радио. Вникайте во все. Будьте всесторонне развиты. Осваивайте специальности, говорит. Учили нас это, мы и делали это. Вот почему среди нас, когда наше поколение молодое, более люди развитые, более люди активные. Потому что нам не давали, мы это сами все брали. А потом удивлялись, где мы работали, там, или что. Ты смотри, говорит. Безобаптистов пишут, что они дураки. Говорят, они, в сто раз больше нас знают и понимают, и разбираются. Потому что, где не разговор, значит, идет антирелигиозная лекция, объявляя там антирелигиозную лекцию. И мы приходим туда нагло и начинаем задавать вопросы. Нас тут просто выгоняет. А уже люди кричат, да что их выгонять, они же правду говорят. Они же, говорят, правильно говорят. А потом они сами удивлялись, думают, ну как так? А вот нас так учили. И вот представь себе, ну много что там учили, и культурой учили там. И люди сознательно одевались прилично святым. Вот идешь по улице, молодежь идет, вот сразу видишь, а вот это вот наше, вот это вот наше. Культурно разговаривают, одеты, прилично все. И вот эту культуру мы бы с собой сюда привезли. Естественно, мы бы здесь занимались серьезной евангелизацией, воспитанием детей и прочее, прочее. Много что, много что можно было сделать с нормальным, здравым и здоровым руководством, а я имею в виду морально. Много можно было делать. А это не только из своих детей привезли, которые развращали уже остальных. Американцев уже. Американцев. Я уже о своих не говорю. Американцев. Ну так вот, чтобы вот как здесь у вас прошумели эти суды там и прочее. Ну вот что получилось. Если было здравое руководство, этого бы не было. У нас была традиция, у нас была культура, которая работала в тех условиях. Естественно, здесь все это передалось бы. Нет этого сейчас. Эти традиции, эту культуру передать некому. Неким. Разве сравнить протестанта, верующего, писядника, баптиста, тех времен и сейчас. Сравнить те условия и сейчас. Да никто никого ничего не заставлял. Никто перед кем там... Ну вот в основном смотришь, с человеком разговариваешь и явно видно, что это все наиграно. Вот он разговаривает с тобой религиозным языком. Да это же неестественно все, это нелепо выглядит даже. Вот с ним разговариваешь и думаешь, ну что ж ты прикидываешь? Ну что ж ты меня тут, как говорится, ну грубо говоря, вапшу вешаешь? Там, да как Бог усмотрит, да как Богу быть угодно. Ну врет же человек, ну врет. Жизнь об этом не говорит, его личная жизнь. Обмануть – обманет. Слугавничать – слугавит. Поэтому вот чего они хотели. А потом с этой миграцией делай, что хочешь. Лепи из нее что хочешь. Антиамериканские настроения есть? Есть. Есть. Приехали по стацию беженца, а мышление это советское. Хотя и в Советском Союзе не жили. Там были против советской власти, здесь против американской власти. Да, да, да. Хотя они, ну что могут сказать. Ну много что, много что можно сказать. Хотя сотрудничают и с теми, и с другими тайно. Не понял, что? Сотрудничают, хотя тайно с теми и с другими. О, ну да. Приводит политика в церкви. Как вам на этот счет? И украинских, и российских, и американских. Хозяин, ну хозяин один, что сказал, то и буду делать. Чему обучались, так сказать. Но главное, я скажу, главное, конечно, это власть и деньги. Это неразрывная как бы вот компонента. Сначала или власть, потом за счет власти деньги, или сначала деньги, а потом за счет денег получает власть. А потом все это активно вместе используется. Вот и продукт на глазах. Вот мы видим сейчас этот продукт. Исправить уже, ну я думаю, практически на сто процентов уже невозможно. Все. Потому что эти люди себе подготовили замену, не точно такие, а еще хуже себя. Они видят, как эти лукавят. Эти сами учились лукавить, обманывать, там как-то вот крутиться там. А эти примеры видели, и его совершенствуют еще. Вот обратите внимание, новые вот эти вот сейчас, так сказать, лидеры религиозные. Обратите внимание. Это более заширенные люди. Хотя, можно сказать, одно и то же. Деньги и власть. И все. Поэтому ждать что-то, что-то вот от этих формирований, так сказать, это я не знаю, это формирование. Вот как, так называемое вифание, да. Ну название еще там вифание, да. Ну кощунство. Дорога до Бога. Вон в Порту. Ну это, дорога до Бога. Ну представить себе, человек берет на себя ответственность, так называть. А на самом деле, что там делается? Друзья Христовы. Да Христос рядом там не стал. Суламита. Хоть Суламита, прочитали бы, что это такое Суламита. Место Христа. Ну некоторые говорят так, Бог сам ступится. Бог сам все устроит. Вот. Но если так надеяться, что Бог все сам устроит, ступится, сделает. Чего ты в Америку приехал? Если Бог все сделает, сидел бы дома, как некоторые. А некоторые так и не уехали, остались. Они говорят, не это-то не от Бога, потому что это надо документы оформлять. Это надо идти к властям, заявлять. Нет, так Бог делать не будет. Нет. Это вот Бог сам выведет и все. На небесный колесник. Если так говорить там это, так что же вы ехали в Америку, что же получали вызова, шли в посольство, что договорили там. В большинстве своем на 95% врали, придумали себе там какие-то преследования, гонения. Кто-то по недомыслию, кто-то по слабоумию, а кто-то и сознательно все это. Ну да, кто-то сознательно придумывал все это себе, да. С этими людьми, как сказать, я не думаю. Если они сами вот так вот не очнутся, вот так вот человек задумается. А действительно, а что же такое происходит? Если же говорят, значит, есть что-то, значит, надо подумать. Значит, с Леней-то спросить надо. Леня, а ты действительно чем-то там занимался? А в какой стати ты вот сейчас здесь вот епископ, да, и вообще что-то такое? А почему у тебя сын уголовник там еще был? Почему у тебя сыновья уголовники? А где отчеты у тебя за деньги? Вот. Какие комиссии там проводили аудит или нет церкви хоть когда-нибудь? Вот почему церковь не выплаченная? Куда деньги деваются? Почему ты по всему миру катаешься? Если взять, как апостол Павел говорит, подражайте мне, как я Христу. Вот может это сказать хоть один пастор, подражайте мне, как я Христу. Или, например, пришел богатый юноша ко Христу и говорит, вот как вот мне, вот ситуация у меня. Все, я от юности сохранил, все, я вот Богу. В чем дело? Что он ему сказал? Продай имущество, раздай ищем и следуй за мною. Вот пришел бы сейчас, слишком часто ему употребляем бодорук имя, но это более понятно будет людям. Пришел бы сейчас какой-то богатый там миллиардер и сказал, Леня, что мне делать вот так и так, вот хочу спастись. А Леня бы сказал, знаешь что, раздай все, продай, помоги людям и следуй за мной. Он сказал, как за тобой, да Леня, ты весь мир объездил, да Леня, у тебя домов-то сколько, понастроено. А сколько у тебя миллионов на банке лежит? Да у тебя, может, и банки-то есть тайные. Да у тебя дома, наверное, по всему миру. А если еще и знает, у него возможность есть, что знает. Может так Леня сказать? Да конечно не может. А если придет человек несостоятельный, он ему скажет, знаешь что там, брат, сестра, следуй за мной, как я за Христом. И вот следует за Леней. Леня сегодня в Австралии, завтра в Израиле, послезавтра там в Индии. Потом, стран, по-моему, нет таких, где бы он не был. Он сказал, ничего себе, Леня, как за тобой будут следовать-то? Ты уже весь мир объездил, нету средств таких. Как я буду за тобой следовать, я в апартаменте живу, у тебя вот тут 20 домов, наверное, уже, и еще в некоторых странах. Может он это сказать? Не может. И Кочунский занимает места вот этих епископов-профитеров. Ну, это печальная история, но это факт. Мы живем в такой период. Я думаю, что сейчас наступает время, дай Бог, конечно, что, может быть, действительно Бог уже положил конец этому, и настает время показать, кто они, эти столпы, как они говорят, столпы церкви. Я бы, конечно, хотел, чтобы те, кто пресс-ветеран, ну, и хотя бы, ну, кто хочет активно участвовать в религиозной жизни. Если вот человек не прошел трудности, грустя на этом всем этим пресс-ветеранам, я вот беру пример всех, кто по лагерям был. Это у всех одна и та же картина. В основном, в основном. Вот, например, я сидел в Хабаровской тюрьме, и там общая камера была, человек, наверное, 40 было, большая камера. И там один был у них, свояк называется этот, то есть кандидат в воры в законе. И вот он ко мне как-то подходит и говорит, хочу с тобой, говорит, поговорить, и говорит, что со мной происходит. И говорит, ну, не могу при тебе, говорит, я вот что-то вот сделать такое. Вот там кого-то пустить надо, кого-то чего-то. Он говорит, не могу, говорит, вот не могу при тебе, и все. Вот что-то такое, говорит, во мне, говорит, сработало. Ну, я со всеми, конечно, там беседовал, разговаривал. Там, в основном, мне было там 34-35 лет, мне в 60 лет все там люди мне, они меня только по именотчеству звали. Борис Георгиевич и все. И вот сколько я встречал вот этот вор закон Джейм, он сидел с Бойкой Николаем Баптистским, он у них в активе был, сидел тоже несколько сроков, он говорит, вот, говорит, что-то вот у вас такое, вот у Баптистов, он с себя Баптистами, вот что-то у вас такое есть, говорит, при вас, говорит, вот материться, говорит, даже как-то, говорит, неудобно. И говорит, вот что такое, вот убойка, говорит, точно такой же, говорит. И, говорит, я сидел еще, Миняков там такое был, с Миняковым сидел, говорят, точно так, вот с второими. И одно и то же, говорит, вот, состояние, при вас как-то, говорит, стыдно что-то сделать, говорит. почему так ну там я конечно объяснял вот чтобы знать вот эти вот чувства что потом можно было ценить и я считаю что бог дает возможность вот заработать срок и попасть вузы как не говорю патрушев это мой учитель был я еще не сидел а мне горит борис говорит говорит живи так говорит чтобы заслужить заработать себе срок тюремный я врачу а тогда гор только ты жизнь узнаешь это еще заслужить надо говорит после этого ты будешь совершенно другим человеком будешь на человеческие слабости и прочее смотреть совершенно по-другому так она и и получилось вот поэтому сейчас сроки не надо зарабатывать вот но вот с этим злом который происходит надо ему противостоять а так говорит ну слушайте слушайте вот да бог сам с ними разберется неужели ты не можешь стать и сказать правду неужели не можешь посмотреть действительности что такое происходит но почему если раньше что в цирке кого-то посадили звуголовщину но я не знаю такого случая не помню разводы были на крыле и крайне редко это было событие просто такое а сейчас раньше сидели зашло литературу распространяли литературу печатали проповедовали вот литературу развозили посещали узников и прочее прочее сейчас зачем сидят сейчас сидит человек по уголовщине папаша пишет письмо за мой сын служителя освободите ему надо в церкви помогать но даже маразм какой-то уголовника сына освободите чтобы он не в церкви помогал чем помогать мошенничать дальше воровать и прочее ли чем там делать но это же до такого маразма дойти и у людей глаза закрыты люди деньги дают и и еще люди деньги дают второй момент не давайте деньги желание отпадет сразу быть просвитером епископом там председателем прочее ну в крайнем случае дал доллар все посидит он там зарплатка то него на тысяч десятом не знаю сколько там но зарплате то нету насчет менять специальность менять нужно